ну что ж но всем привет 22 малиновка продолжаем сегодня сразу то пыкнемся хоть у меня там внизу по моему стоит автомобиль нет микрофон плохо стоит нет я не смотрю и пули чудес просто это слово приделось прыгаем сразу нет показалось прыгаем сразу на коровник скоро не подождите скорость пока не будем ставить на пятерку надо кое чем разобраться во первых я снял забор как это делалось раньше кто жил деревне тот знает в чем фишка по полю запускаем дрона и наслаждаемся ну еще не совсем новым полем как я и говорил у меня еще кстати возникла проблема что лесопилка принимать всего 75000 дерева и которые делают картонный бумагу 30 и вот эти остатки пришлось тут складируют потом их заберу вчера сколько успел блин буквально до сна нафиг все это дело буквально внутри проходки осталось ну вон 45 прицеп заполняется за две проходки поэтому в принципе неплохой тут выход так скажем так сначала силосника выгоним еще дочь шоу короче погода была просто ужасно плюс как потом до меня дошло я постоянно играл вот так вот с таким вот что-то потом поставил этот образец что-то как-то знаете и понял что и в игре темно но это часто что утром вот так солнце еще вот так светит а когда она будет в зените там барин вообще жопа будет поэтому поставил от польской карты и в принципе не слишком сильно изменилась но гамма чуть-чуть более насыщенная стала ой контрастность точнее не гамма ну и плюс на ю тубе будет все нормально видно так что я не будут этот темное освещение использую до тени из немножко так насыщенная но 22 ферма и так она такая знаете ядовитое по цветам ну и плюс надо будет выставить на голосование что дальше уже конкретно проходить кто в группе vk не сидит да даже если не сидите просто зайдите голос поставьте подписываться на нее не обязательно она так чисто для связи существует ну и там будет голосование это будет уже после того как я запишу эту серию что дальше проходить малиновку или зайду хотя бы меня сейчас зашел смотрю опять тысячи просмотров набрал видео час по секунду о классный чай со вкусом ромашки ах бар так закрой на плюс я купил кирван потому что вчера я еще отвез еще один контейнер ну чтобы превьюху сделать еще более красивее то есть два контейнера всего отвез и за него почему-то дали 3800 по-моему ну и купил кировцы на 250 кобыл не стал брать этот мощный все такое бы перекрасил с помощью мода теперь он немножко по-другому выглядит вот эти вот модом на освещение совсем по-другому смотрится как-то не то нереалистичные какие-то цвета короче лучше не ставить этот образец короче колеса у него конечно были шедеврально так на ничего не сохранилось да да не сохранилось но да если бы я не выходил из игры пять метров и 0 плюс пять вперед не обязательно у него труба длинная далеко кидает куда стоять ну и плюс когда я косил как видите немножко да неправильно косил погнали убирать а можно даже с таким вот макаром убирать сейчас после уборки чё делаем получается ну надо будет начинать распахивать пока он едет я кстати хотел знаете что не плугом учитывая какая здесь местность из плуг просто блин ну я не знаю вот по таким вот горам вот с таким длинным пугом я не знаю это будет как-то странно я хотел или вот это попробовать или вот это на 450 к был ну просто можно просто посмотреть как кирвиц его потянет ну люди у нас есть другой как боли не атаки не удобрил то поле так чувством по колесам континенталь такая удалит мощные брел так основной цвет этого покрасить как-то в наш вот и арендовать больше принципе менять ничего мне даже я помню на какой-то карте и помню даже до этой вроде богатом новое поле создать так вот тут тут место ну силосник товар на нормально проедет и этот нормально вот с пугом конечно можно это все заровнять как бы более но я не знаю ну я арендовал можно принципе хотя бы просто границу сделать посмотреть как он будет а дальше купить уже обычный пуг блин у силосник конечно вещь особенно такой мощный так болеем поворот поворот ай блин надо было на эту сразу заезжать столбы еще без коллизии так будет кидать на такую длину не не будет но у него внутри как бы небольшой бункер есть я так понял виртуальный давай 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 стал бы уж не буду третий раз они без коллизии устоять хотя в поле с кукурузой ладно в принципе автор хорошо сделал что без коллизии поставил цепь уже почти полный давай не отставай кирова у него конечно есть проблема с этим фалом не то что любят ломаться вот туда-сюда и отставать то при языке пропускаем проще по кружочку ориентироваться ну вот сейчас до этой проходки дойдем как раз по новым а поехали за мной это давай кто быстрее конечно я быстрее у меня тут 600 к был бы бог были мерседесовский какой стоит блин по любому мерседесовский но у него максималка 36 по моему так что у него без шансов это я уже собрать не смогу там уже не моя земля не дает почему-то хотя скосить давал так подожди а пока у меня не догнал развернулся он просто сейчас по-любому в дерево врежется так уже вырезался по навеске по моему вроде все та же самая ну в плане установки уборки также нажимаешь шивно нажимаешь вот идет не 8 не 9 лихорадочно нажимать гудок появился только что-то у него скорость как-то немножко другая более медленно воспроизводится но хотя бы есть уже хорошо это вчера по обновлении вышло там чё-то сидушкой звуки появились то что то есть на сидушке нас крепить начинает появились звуки переключения передач я особо в кабине пока еще не ездил я кстати начал по-другому выгружать этот сенаж у именно в такой яме это кстати очень даже и неплохо ну и плюс на и прицеп позволяет заезжая максимально близко вот так вот контора и все и жду пока он просто перестанет выгружать зато не надо будет толком толкать ничего лопатой там увидите уже ровненько это уже все максимальная высота это был 1100 уже но сейчас как перестанет но это наверное за счет того что у него этот транспортером поталки от ваталки отверстия вот я же обычно как делал стою сам конце и на первой скорости уже потихонечку выезжая это было мне кажется неправильно а тут буквально чуть-чуть на будут лопаты потом подровнять протолкать я чё заметил сколько я раз не выезжал силос ну вот эта фигня фактически не вылазить за пределы бункера по идее должна конечно но не хочет чё-то ну киво семя будет в любом случае этот этот и нтзх тоже будет вот у нтзх кстати 468 кобыла и сечет тут я смотрю так легко на косилку тянет болит ухты шпаля фигасе заметьте деревьев не стало как-то по-другому стал восприниматься это место я реально чуть-чуть даже не узнаю это место как будто я здесь первый раз вот так если на некоторых местах карты карты по удалять деревья вообще наверно будет не узнать карту поэтому я не буду я прямо заканчивать 35 я буду в любом случае проходить просто будет голосовалки посмотреть стоит не стоит но судя по просмотрам стоит я вы иногда вы не понимая вас зрители блин куда вот его я тоже иногда не понимаю круг почета что величие или будь другом 10 минут всего прошло так я еще чай не питать надо немножко сюда повернуть чтобы вы тоже наблюдали за процессом ой классно уж чай то наверное можно пить я что-то не чай вкусишь я могу кашни микрофон выключить просто недавно проснулся надо заряд бодрости пить и чая раньше почему-то такие чай не любил раньше было три ложки сахара еще чуть чтобы максимально еще молока а сейчас просто чай и все и прям кайфуешь особенно если какой-нибудь фруктовый такой белья вообще красота так хочу нас по булочной техники ох ты камазик но вместо мазурика было бы неплохо кстати весьма неплохо за два ляма ты взять не взять тем более кузов дух какие горы я говорю если этот кирован не потянет тут дисковый то попробую за другим кирова ну там тоже 420 к был то есть у меня по сути нет такого трактора вот нужен какой-нибудь мтз супер крутой этот же был кировец который ну на 500 к был короче я помню 19-й был такой кирвиц вот его бы было бы неплохо сюда всем а ты вот так не можешь а я могу так надо все равно чуть-чуть поближе подъехать к поле потому что я буду мешать разворачиваться а можно было сразу запуставить 0 кстати с сестником и прочей технике у которого рулящая задняя ось очень удобно управлять в свободном рулении видали как далеко кидает чуть-чуть вперед наверно будет еще один есть а да почти по ну давай не отставайте елки-палки 250 к был чё такой слабенький ты я про то что очень удобно управлять именно вот так вот в свободном рулении так все останавливаемся душить не буду а ну стоять блин тут холмы такие капец наверно он будет заровнять потому что даже силосником потом будет на неудобно собирать это волны крутые тут по полю конечно мне не особо зашел управление свободном режиме то что его нужно постоянно ловить то что не вот это вот часть положение так сказать рулевого очень резкая позиция даже блин ну очень нравится то что у него навеска такая живенькая там по-моему какой-то блок можно поставить чтобы были неправильно немножко заехал чтобы она не шевелилась ой это получается чтобы она в сторону не шевелилась а так она будет все равно туда-сюда ходить лопата кстати шикарный яме просто себя отлично показал так что я сразу то удалил она и стоит-то копейки вроде с коробкой все нормально но если чё андрей конечно отпишется скажет если что я все комментарии вижу все читаю и тогда просто читая не знаю не отвечает почему-то все не отвечу так мы тут наружу бесполезно надо было по центру заехать были ну покрасил я конечно прям по красоте все думал как диски красить но в итоге так и это покрасил стальной цвет как-то прикольно ну вот когда вот ободок и вот это черненький вообще прям шикарно смотрится как будто я не знаю ламборгини какая-то время так на все уже до сколько у нас 1200 фигасе такого еще никогда не было что милый как стать еще как-то криво стоит тебя разрешали кто ничего вы увидите хоть темно так это шуба иди давай иди линяет просто собак ай хрен с тобой пустить под стул ладно погнали шуба конечно хорошо но уже скоро весна ой а чё там летом будет будет на все лето под кондиционером сидеть потому что он как собака всю ночь может на снегу просидеть и ему хрен что будет ну это реально так было так ну чё последних ай блин еще там же надо собрать ну да все ничего по плану мы сегодня только создаем поле я вот не знаю блин успеем не успеем вряд ли успеем потому что тут же будет уже не работник работать а мы сами а ну если создадим границу то возможно все прокатит вот она вкл погнали не отставай города в день можно было пока конечно отправить кого-нибудь за пугом дисковым я просто видел видосы как такую пищу землю таким вот как раз таки дисковый бараной фигарит но там конечно конкретно тоже трактор вот там какая-то аэросэнка 3000 серии было точно помню что видел а там был вот этот вот вот r михаил то помните вот этот дисковый пункт такой маленький то на 4 метра который два дня еще поднимается опускается блин я еще поэтому его не использую то что очень медленно опускается буквально секунд десять наверное если не меньше мне конечно понимаю что это реализм все такое но болен здесь это не шибко актуально чё там у нас вот там еще осталось воздух подбрать и все и халявный у нас будет вот чё садить тут но я думаю что кукуруза чтобы было счет на поле можно даже на самом деле чередовать потом здесь потом шинить ну блин это я не знаю если мы будем проходить ну я-то в любом случае буду жарко подними не догонишь и но если я поеду с скоростью 35 наверно доводит а не надо до по 30 я хочу точно миге такой все деревья не стал сурбать тем более там уже не мой час я вообще думаю может отказаться от этого скрипта на на черного лесоруба принципе такой нужды гнуть теперь нету когда я как бы по закону действий можно сказать все погнали куда ты так разогнался при вот насчет гарнир с поля тоже пока не знаем хочу сделать квадратное поле не овальное поэтому прямо вдоль дороги скорее всего пахать не буду блин я пока не знаю стоит не стоит можно на 0 1 не на 0 1 на 0 5 поставить это поднять их помыть тебе надо ну слушай реал дир все-таки как-то поинтереснее все это красит так свободен надо вылезти чтоб руль нормально стал да чтоб тебе о а вот видали звуки появились да звуков не было а сидушка чё у нас по сидушке пока непонятно видимо тут не такая к в камазе то там любое любая маленькая куда я поехал то вообще вот куда я поехал что-то смотрю я вообще реально не понял куда еду я потому что все время тут от третьего лица ездил а тут еду и не понимаю куда еду а вот что то есть а это стандартные звуки да не как у камаза у камаза там как все заскрипит все как блин с ума сойдешь вот я об этом поговорю видите надо его постоянно ловить короба там такого неба но можно просто выключить свободный рулей но тогда не те уже ощущения будут так яму трамбовать потом будем кстати мазурик вален я вот не знаю вот реально не знаю стоит не стоит ну как писали комментариях что мазурик то что я вчера текал по идее не должен тягать ну контейнер прицеп что-то там еще блин в принципе я согласен да и камазик довольно таки не то чтобы прям мощный но у него хотя бы вот эти диапазоны есть двигатель помощнее у него есть да и у него есть только двигатель на 260 последний 280 еще кстати я скачал карту вот эту италию который там гиг 700 весит супер крутая карта который там аж три года говорят тело не знаю пока просто посмотрим и если она не будет тормозить при записи то кто знает назад давай назад блин у пинка кстати мне больше нравится чем у прт его не прт-х и помп рт-16 так пинку надо бы где-нибудь поставить и отмыть надо специально какую-то мойку скачать такой знаете не объект даже просто такую площадку а то участвует начнешь мы тут вся эта грязь это блин все здесь останется даже жалко что такого эффекта не не реализовали то есть ты помылся эта грязь осталась на месте то есть грязь ну вы поняли что пусть следующая ферма грязь и по-любому будет грязь уже но мне кажется это реалистичные реально реализовать так вот я просто уберу вот насчет волю пока не знаю я все жду пока на буш не появится но вряд ли она будет стоить 15 лям так кирова да пока еще рано мыть вчера чем от скачал на лебедку грузовика варим штука прикольная но абсолютно не нужны так 15 20 минут прошло уже так этому сюда все погнали на базу сейчас бросим пук я вот не знаю потом если даже я выровняю то хрен его знает может быть вот этот коротенький взять который 150 кабул требует ну ладно посмотрим сначала просто сделаем границы а как раз зачем а кированта убрал ну а тридцаткой пригоню или можешь сразу лучше этим к седьмым а то мало ли надо ну ладно посмотрим я уверен что он потянет просто медленно но потянет я говорю вот с таким вот управление намного удобнее типа руль но не руль так че у нас тут это берем и кирове сбрасываю там еще конечно бочка это дорогущего чем это вообще в аренде так это полное это 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 вот лучше бы бочку бы уж нам не предоставили 18 но у нее по моему просто это да не тут расход будет просто капец какой тупо кран открыла все там блин х листать будет направо налил блин вот насчет камаза конечно предложение заманчиво капец это здорово 11 тонн почти 12 ну ка сейчас у меня работает это управление и ни хрена у меня или клавиатуры черта ой блин или что-то еще на кайр туру ту у меня и так уже селись ширками надо уже другую убрать оклик называется у сами поняли это бюджетная такая моделька капец у нее там звездочки были на нере килограмм но я не знаю под 70 весит одна штука погнали ну нет разогнался сюда уже не стоит ставить такие колеска одного герца они тут хотя можете будут смотреться кто знает вот я говорю на r3 те колеса будут просто шикарно смотреть ну r3 нужна еще коробка с коробки он как-то скушает кто знает может руслан организует это дело тем более не там тоже под 420 у этого кировца все идеально плюс он фпс не садит что немаловажно так как у меня есть запись и система довольно таки слабая уже пусть я всегда хотела к седьмой но болен от чебутцов он конечно шикарный но в очередной раз повторюсь что он под фпс больно садит как и все их не моды поэтому как видите у меня ни одного их него мода нет ни сто пятьдесятки не к пятого не и мазу река в этих они делают моды чистые три боли у кого ух они компуктер или у кого модов так много нет который как-то каким-то макаром садится вес так откуда начнем-то логичнее был бы отсюда а я же хотел сначала кировцам проверить ну другим кировцам ну к стороночку ну под горку он конечно сейчас потянет а в горку это будет уже другой вопрос можно на крайне случае он эту тридцатку с турбированным двигателем взять так где он там да блин двойные колеса ставить не буду принципе там не рыхлая земля ничего такого можно и таких тем более там вон какие шины то новенький еще ничего не стерлась даже так по поводу этого вот ну вот как-то нажимает на времена нажимающая с ним 9 нажимаем 8 а вот когда нажимаешь их вот сейчас опять что-то берем я верю как-то странно то система работает как теперь убрать ее участок наоборот пропала или при повороте нажимать вот сейчас лучше часто этим не заниматься значит заколебешься долбить по этим клавиши а ведь можно было сделать наверно через вот это интерактивное управление то есть ты подошел бац нажал пропала поставилась по-моему где-то такое было же уже подошел чуть пропала ну если это реализуемо то это было бы намного удобнее чем появись а у меня это коробка начинает написано было что нужно нажимать вроде ним 8 только я нажимаю ничего не происходит или у меня с управлением что-то нету прямо теперь вообще не хочет ставить хоть сбрасывать этот блин треугольник бери не хочет вообще вот это поставилось ну да зараза нафиг больше не буду трогать и заколебешься или потом в какой-то или пол как раз таки здесь все идеально работала нажимаешь спокойнее все тут надо блин долбить долбить ну может быть у меня какие-то проблемы как всегда фух сейчас посмотрим на что способен кирова под горку то он способен а вот в горку так надо примерно посмотреть как это выглядит примерно получается наверное вот здесь как раз таки стану да а можно кстати вот так вот сделать наверное а вот здесь не будете вели видеть линии до повернет и в принципе не нормально нормально берем так теперь над по-моему это н русская до так границы поля а но здесь миссару не дадут косить вот как раз таки где начинает все идет ну вот так он даже под горку койка они нормально попер так линии тета ровно пред земля такая прям чернющая да ладно чё то уж давай 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 а я по моему так под подожди я по-моему выставлял на 5 скорость он потому что начинает переключаться на другую передачу теряет мощность скорости опять и так вот по кругу то есть по идее он может тянуть все это дело главное чтобы мощность не падал и не выходила за диапазон переключения сейчас если начнет падать я убавлю немножко ну я не знаю тут же коробка вот это гидро трансформатор и как он там гидромеханическая чё-то такое вот смотри к тянет хотя пух просит 450 куб я понимаю там у него может бортовые потом после этого пух сразу на выброс хрен его знает ну про буксовки смотри никакой нету вот если бы стоял модно про буксовку ну да не на эти колеса может быть что-то и было выдавляйте не может значит коробка а прикинь бы если бы без коробки бы ну может без коробки даже намного удобнее было кто его знает там все таки автомат все решает чай а ну вот смотри нормально в принципе можно сейчас сразу сделать квадратик и получается ту часть уже самого может быть запахать виталий как там говорилось в этом-то как там этот фильм то был терминатор старый но не бесполезный давай-давай тяни он немножко пробуксовывает а ну да видите мощность теряется да тут получается с коробкой все нормально такой вот видео конечно но был бы какой-то обычный туда тогда вот так слишком близко к поле тоже не надо и надо поставить 90 градусов чтобы он поворачивался разу и и же потом еще сканировать это ладно еще ко мне вроде как не вылазит . ко мне могут вылезти пока поставим такой квадратик что я получается зря только киро цыгнаусы бриллину ну наверное а нет есть эффекты кстати ну это из бразилии вообще аппарат ну суши тянет ну больше не буду пусть так вот едет все таки принт 250 к был 450 к был тут они повисутся почти еще одинаково я вообще удивлен как он тянет и вот чтобы призначит кирован блин ну только после капиталки конечно пока еще работает сейчас не знаю года два-три пройдет и опять его продавать придется ну здесь это получается 10 20 часов обычно после 10 все это начинается он уже что-то более быстро у меня краска слетела блин а можно было покрасить стальной такой цвет что прям блестел блин а у него видите не стальной какой-то такой матовый что ли цвет чуть не пойму у него переднее колесо прямо в это что ли упирается да нет будет нормально так ну тут но тут тоже наверно близко к забору не буду подъезжать иначе ну чуть-чуть оставлю метра два наверно как обычно то бывает по всей этой кадастровой фигне а ну вот по по скошенному оставлю как раз таки все хорош ну под горку то конечно пока скорость не буду наверно убавлять точнее прибавлять блин жалко у него нельзя полный период отключить у него постоянно все грибов здесь эти моды тут надо другой ставить мод что-то можно было отключить у нее же по умолчанию я так понял передок в эти гребет ну да слушай переключаете и давай 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 нормально нормально ну сейчас посмотрим как он по этим буграм будет блин чуть-чуть лишка но уже поздняк иначе линия начнет вон как там вот лесенка идти вот я и говорю а вот с этим у длиннющим пугом тут начнешь ходить тут такая фигня будет творится на ртаже пропахивать там не будет я наверно подровняю вот эти вот большие бугорки а вот такие прям конкретные не буду равнять ну на крайняк если чё пуску крузов люцерна посадим или клевер клевер ждут по-моему есть так дегистат все нашли церна а а это же это на заре клей ждут клевера нет отсюда из посмотреть ух мощавые но я по-моему даже и все равно больно низкие обороты у меня на 1 побольше поставить это я скорость такой вот так вот мне кажется а хотя он наверное это тяговит и на любых оборотах кто его знает я не особо такой спец прям по этим емзи ну на 1800 мне кажется он более видео еще модно одометр там и расход топлива текущий и температура этого антифриза там или чего-нибудь там показывают но блин еще больше будет занимать место так что я не знаю есть смысл выставить или нет есть только вместо вкладки автодрайва жалко не тут модов которые как-то меняют вот этого тахометр километры вот эта передача ну то есть тупо это того чтоб менял вот это было бы круто типа скины там виде полосочки чтобы он такой минимализм чтобы у кого монитор и такие огромные от 27 дюйм так подожди а здесь ты чё вот тут наверное желательно наверное сейчас назад ехать питали то что надо 450 кобыл это еще не значит что надо 450 кобыл так а где-то примерно пакируется надо ориентироваться так щас секунду запускаем дрон вот примерно по вот этой точке до забор обратно поставить хотя блин штука приколе снял забор поехал ночью вот так вот круг блин нарезать нафиг она надо так ну вроде нормально точно надеюсь не по моему лишь к чуть чуть надо в сторону туда бы чеку поставить чтобы он рукой там показ давай левее давай правее блин давай переключайся вот как amkador тоже любит на третьей передаче бен морозить не ну согласитесь вот этот дисковая тяжелая барана она идеально подходит для текущей местности здесь не обязательно будут выделать и восьмерку давай попробуем а не стоило мы сейчас переключусь вам наверное ну да это надо играть с этим с круизом чтобы резко не встал то есть он может сразу перепрыгнуть вот как сейчас и опять жопа будет вот об этом то я и говорю да блин вот там не знаю про башни пропали еще вопросы увидит ли у меня вообще техника все это дело ну само поле а сейчас же нужно чтобы курс по и увидим получается так чё по времени 37 минут я так понял мы сегодня только начнем пахать а в той серии обещал вот сейчас будем уже садись все это да блин а здесь почему такого нет пашет почему-то там линии нету ну если бы здесь нельзя было пахать он бы не пахал он сказал это не твой участок иди отсюда ух ух блин одна такая звездочка на хрен знает сколько стоит это же капец просто а вот линия появилась эх к седьмой только не пригодился хотя может ему сейчас подцепим другой пункт а ну подвинься тяжелая жопа блин а так мы теперь есть смысл тогда взять пулк ну ну среднего трактора под такой пук у меня нету вот возьмем вот этот так цвет немножко а можно тоже желтый взять кирована например чуть потемнее есть это на бороться тлее а его на станет такой о а пуги то можно и получается вот их то сделать можно уже сразу хромированные не хромировал такими например но это как-то не то ну-ка но никогда сотрудца не по моему так будет такие слушай смотрится прикольно немножко текстуры как-то квадратиками накладывается вот это еще прикольно или может сразу такие посты они же обычно остаются становятся такими когда ты уже спахал поэтому черный оставим так каток хочу лучше то колесо или каток ну вот и то и то бесплатно давай тоже арендуя еще не знаю как он будет себя вести так три метра а тут сколько 32 суша неплохо 5 и 7 почти 12 тонн 4 тонны но это какой-то странный пук это тоже бразильский вам видали он просто как-то рыхлит и все он не переворачивать ничего не делал он просто как-то рыхлит какой-то рыхлитель у меня чуть не перевернулся так но этот я ставлю это я буду уже сам получается с ним работать мне нужно сейчас получается чё а ну вот на нем я как раз таки буду работать пусть пока тут стоит этому кирова нам как раз таки доверим другой пункт сейчас на нем как раз таки поработаем да не орит пусть на будущее поле сканировать а ну ворона же но обычно не вороны прилетают а всякие там чайки воробьи что червячков то поклевать после свежего спаха на так скажем ну чё поехали чуть не хочется мило сбрасывать лучше уж прокачусь на такой технике то блин к рех не погонять ну нихрена у него там уже почти пол бака уже сожрал расход видимо стоит нормально вот с навеской проблем нету поднять опустить все такое сейчас кстати на будет убрать этот гидро крюк также пол называется вот ему бы еще он хотя наверно кабина все-таки от горбатого отличается но они прям уж прям конкретно но отличается на там часы русогротех кировит сделать у него кстати точно такие же колеса что наводит на мысль что это колеса кто-то из их не банды так сказать дело блин чай кончается да и уже отстыл не то уже да и плюс то что на дне уже тогда не очень вкусно больше горькой даже так ну в принципе задачи которые хотел мы сегодня выполнили основной я буду делать за кадром уже то есть это поле спашу да и все или может пол поле оставлю остальные пол поле будет как раз таки другой там работник доделать а мы будем получается чё надо в любом случае отсканировать это раз ну азот все такое скорость наверное пока не буду может даже одна однерку оставлю хотя он да не вот так вот на 05 оставлю колеса стоять другие не буду в принципе так нормально это когда уже по вспаха нам там дано наверно будет хотя и даже с такими колесами не надо так нет нет не надо вообще без ничего какие убрать то теперь я говорю нажимаешь нажимаешь блин и что-то получается я же еще поставил получается мод на этого мясника так где-то будут то есть само производство и причем знаете чё круто все это прописалось в стандартных точках продажи вот это прям шикарно все бы моды так делали это было бы прям замечательно вот он кстати даже на него хватает но я хочу и блин и столько планов ведь теперь я не знаю стоит не стоит я хотел еще свинарник купить например и и как раз таки теперь есть смысл заниматься свиньями тем более сколько они там стоят ну не то чтобы дорого ну в принципе нормально я просто пока еще не знаю какой будет выход как все это будет рассчитываться в 19 это было выгодно реально выгодно заниматься здесь пока непонятно в оценку ну чё сейчас посмотрим сейчас он полосить будет так веу вем веу 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 хи 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 И не убирать ничего. Ну, я не знаю. В комментариях напишите, стоит ли, не стоит. Ну, вот это вот ставить. Эх, а сейчас она... А, переключиться, наверное, надо, да? Ну-ка. Или надо отцепить его сначала? Наверное, отцепить его. Да, блин. А вот, вот эту вот штучку надо ставить, нет? Ну, чтобы он из стороны в сторону не болтал. Тем более, при спашке это, наверное, не есть хорошо. Он сейчас, получается, только вверх-вниз будет ходить. Тем более, такое вот болтание стороны-сторону, наверное, ухудшает управляемость на таких вот скоростях. Так вот, дернет раз, и, блин, что-нибудь зацепишь или сам куда-нибудь уйдешь. Все-таки там физика хоть какая-то присутствует же в игре. А так он просто вверх-вниз будет болтаться. Блин, я не знаю теперь, что на превьюху стоять. Ну, да, блин, что-то его прям сильно болтает. Так, глянь, штриханет, он и дорогу немного вспашет. Фух, нафиг это этот корпус оторвет к чертям. Или загнет, или еще что-нибудь. Ну, тут, в принципе, дорога нормальная, ничего не будет. Это если бы на асфальт он так напорится. Вот там, блин, искры полетят. Опа! Опа, я говорю, качели. Почему такая фишка только у Кировца реализована? Почему у других тракторов? А, у других тракторов же там же другой тип навески. Там все жестко, все это. Опять, сейчас вот тут вот поеду, там точно цепанет, наверное. Да нет, ну, удивление нормально. Оп! Не, нормально. Так, теперь я хочу кое-что проверить. Будет ли у нас уважаемый Курсплей? Или, может, неуважаемый? Видеть это поле. Как в одном сериале-то? Я тебя видеть. Так, нет. Ага. Не видит, получается, да? Ну, это надо или границы нарисовать, или хрен... А, вообще ничего не... А, подожди, я не то нажал. Блин. Ну-ка, а если переместить немножко вот так вот? Обычно, когда вот... Не, нифига не хочет. А вот как границы рисовать? Я вот реально не помню. Так. Изменить. По-моему, это как раз-таки здесь надо было. Ну-ка. Начать работу. Я вот не помню, где это надо рисовать. Вечно забываю. По-моему, что-то нажимаешь, и появляется как раз-таки рисовать границы поля. Дать работу. Начать с точки. Т-т-т. Ну, так он не будет. Цель не на поле. Ну-ка, а если чуть дальше проехать? Я говорю, если вспомнить, как пахать, ой, как рисовать поле, то, в принципе, проблема сразу опадет. Ну, в принципе, вот даже вот это пахать, а не то, чтобы долго. Это буквально, наверное, полчаса реального времени. Начать работу. Не, не видит. Перейти. Нет транспорта. Так. Виды культур. Где это надо было рисовать? Я вот не помню, блин. Перейти. Перейти. Куда перейти? А зачем переходить? Цель не на поле. Едет к цели. А, тут же есть работник, который может ездить. Типа такой упрощенный автодрайв, насколько я помню. Дайте работу. Перейти не надо. Работа. Курс Пэй. Блин, что надо было нажимать? Фиг его знает. Я помню, где-то вот на карте нажимаешь. Изменить, продать. Ну ладно, не получается, так не получается. В принципе, а уже 48 минут, в принципе, уже надо заканчивать. Сейчас давайте одну проходку сделаем на Кировце. Просто посмотрим, как он с ним будет уже работать. За кадром я потом на Ютубе посмотрю, чтобы освежить память по этому делу. Как нарисовать границу. Ну потому что так он не хочет. Ну что-то там писать, что она по кругу. Но я по кругу как раз таки все спахал. Так. Так. Куда близко не надо, чтобы границы не ломать. Нет, это неправильно. То есть, получается, он немножко сюда будет заходить, да? А! Бэ! Забыл. То есть, у него пук немножко смещен... А, на ту сторону, да? Ну, слушай, едет вообще не напрягается. На средних оборотах причем идет. Ну как, не раз мне писали, что этот пук как раз таки дракируется. А он едет и просто в хэ не дует. Такой, чё, чё это за пук? Чё это ты у него принёс? Давай-ка вон обратно, мне на 450 каблу. Ладно, давайте туда-обратно и закончим. Ну да, со 150-кой как-то этот пук смотрится непонятно. Вот тут маяки тем более. Ну, у меня на 150 каблу нету трактора. Ну как, есть, нет, ну там тоже этот ЕМЗ стоит 238-й. Да, с таким пугом, блин, и разворачиваться-то. Кстати, а чё там по стандартным-то пугам? Так, это для микротракторов. Подожди, я же отключил этот пак. Так, это же от этих, от тракторов маленьких итальянских. Или они отключают только вот эти вот сами трактора? 2,5, 160, 222, 3,5. Нифига себе, 3,5, 220. Поворотно ещё. А, это тот самый паук-то. Кстати, весьма удобный, но с ним надо вручную работать, иначе там курс плач там такого наворотит. 6 метров, 360. Нифига себе. Как-то мало по сравнению с этим-то на 450. Ну, наверное, вот этот надо использовать как раз-таки уже на готовом поле. Ну, честно говоря, я не знаю. Тупо рыхлит. Видимо, это для другой почвы пуг, не для нашей. У нас попробуй порыхли вот этот чернозём, блин. Ой, не чернозём, это как-то. Я уже забыл, как называется-то. Так, смещение. Где у нас тут автоматическое? Инвертировать. О, пошло дело. Иногда, конечно, анимация пропадает. То, что он не порог, не по неровной идёт. Но здесь ещё более-менее ровное поле. Вот там вот, я не знаю. Там вот надо будет, наверное, вот этой тисковой проходить. Или брать маленький. Арендовывать какой-нибудь средний трактор, например. Бизон, например. Кстати, Бизон было бы неплохо чисто арендовать. Или УЭС. УЭС тоже неплохо. Такой универсальный аппарат. Чё-то, умея правду, в средних тракторах выбор вообще ни о чём. Этот, в принципе, можно удалить. Этот, ладно, оставим. А почему он на средних оборотах идёт? Обычно, сколько вижу, кировцы с таким пугом. И тут чуть ли не на 1800. А тут прямо едет. Ну, вообще, наверное, с лобойной на чили, блин. Ну-ка, в город-то хоть поднимется оборот. Круто. Так, 52 минуты. Ну всё, пора заканчивать она. Всё, у нас такая чисто пахотная серия. Сейчас только кировцы поставим. Ух. Поставим ещё этот кировец. А то сейчас как-то он не по-русски стоит. Судя по всему, его уже красили. Хотя он всего 4 часа отработал. Не, я технику красить буду только после 4 часов. Ой, после 10. После 10 она уже конкретно начинает ломаться, пачкаться. Точнее, линять, так скажем. Можно было, конечно, ещё и этот кировец проверить. А чё, давайте проверим. Мне не жалко. Тем более-то серия, получается, на выходные идёт. Можно и на часик сделать. Ага. Ещё больше возьми. Вот так ещё нормально. И то, и почему-то, со смещением. Ну ладно, вперёд поедет и... Эть. Нифига себе ты разогнался. Ну ладно, пусть будет так. У тебя там сколько ушедей под капотом едет? Турбину, что ли, будет поставить? Да нет, 415. Чё-то даже меньше, кстати. У неё же 420, по-моему, даже. Ну, это, видишь, ещё автоматическая коробка. О, вот тут чувствуется, что в напряг идёт. Вот, видите, никаких 450-ка было не надо. Ну, понимаешь, что, конечно, и движок, и бортовые, и всё это в разносе вот от такого напряга. Ну, здесь это никак не влияет. Но наших тракторов, по-моему, больше нет таких мощных. Чтоб аж 500-ка было бы. Это только если вот старые эти трактора. Вот я говорю, вот этот Кировец, который на 500-ка был. Вот я говорю, в идеале нужно вот этот класс Ксерон покупать. Мне прям хочется его потом купить. Поворачивай. Чё-то, а, это из-за смещения вот этого. Надо вот тут нолик поставить, и тогда нормально будет. Подожди, у него 5,5? 5,7. Чё-то ты, блин, у меня это самое. На Е. Ай! Блин, я испоганил всё-таки. Ну ладно, закрашу. 5,7, дядя. Ну-ка. А, нет, определяет поменьше. А, хотя, вот, идёт же рисование. Ну всё, теперь точно до конца доходим и заканчиваем. А, ну смотри-ка, потихонечку линяет. Но ведь таким-то тоже можно пахать. Согласитесь, тем более тут вон, глубина спашки. Ну я не знаю, на сколько они тут сантиметров. Ну сантиметров 20 точно, наверное, спахило. У плуга, конечно, мне кажется, побольше будет. Это, наверное, зависит от колёс, наверное. Колёса можно было поменьше поставить, и они бы, наверное, ещё бы ниже уходили. Хотя, в принципе, тут конструктивно уже ниже никак не сможет. Ну это то, что я начал так пахать. Ну чё, как видим, К-7 в принципе тянет. Да что тут? А, это, блин. Всё, здесь я уже буду делать превью, как вы уже все её увидите. Так, а что у нас вообще по большим тракторам есть? Просто интересно. РСМ-ка, ну не подходит. Не подходит. Вот, 420 не подходит, это уже эти. Вот, 28 лямов, 530 кабу, 23 тонны, нифига себе здоровье, кто какой. А, подожди, это, а, это как раз таки модовый. У него, потому что передняя эта, балка вот эта ходит уже. Потому что у стандартного у нас заблокировано, он как телега ездит. Поэтому, блин, он мне прям не нравился. Плюс у него есть вом передний, что делает его вообще шикарно. У стандартного из игры нет вома. Это немцы, короче, переделали опять. Это такой, знаете, ОС на максималках. Ну всё, на этом моменте давайте заканчивать. Сейчас поставлю голосовалку. И решим, стоит, не стоит дальше проходить эту карту или нет. В принципе, тут самое интересное, конечно, начинается. Поэтому, скорее всего, скажут стоит. Поэтому всё, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok